Это Джили Манджаро, привезенная по параллельному импорту в максимальной комплектации. Друзья, это самая популярная машина за 2023 год по спросу в диапазоне до 4-5 миллионов рублей, как паркетник. Эту машину хвалят больше всех китайцев, в силу того, что здесь проверенная система полного привода Borg Wagner. Здесь двухлитровый мотор от Volvo, который работает в паре с автоматической восьмиступенчатой коробкой передач Aisin японской. В целом эта машина построена на платформе Volvo. Ее узнают. Морда похожа на Volvo, зад похож на Audi. К чему это? К тому, что машина получилась удачная, она востребована, люди хотят ее покупать. Высокий паркетник, комфортный, удобный. Но! Это же китаец! Зачем покупать китайскую шушлайку? Ведь есть хорошие автомобили. Помните, совсем недавно у нас выходил выпуск, где человек выбрал вместо Манжара турек. Пятилетний, с пробегом 170 тысяч километров. И его огромное количество людей в комментариях поддержало. А здесь непонятно, что с ним будет дальше. Но! Машину покупают, ее хотят покупать, ее изучают. К ней есть вопросы. Многие присматриваются, переживают. А как она переживет зиму? А что с ней будет на дистанции? В любом случае, сегодня и прямо сейчас мы с ней познакомимся поближе. И начнем мы также с знакомством владельца, у которого до нее была Audi A5. И почему он пересел с немца на китайца? Вот давайте он нам об этом и расскажет. Знакомьтесь, друзья, владелец автомобиля Тимур. 29 лет. Сегодня Тимур нам даст такой общий отзыв. Я подниму переписки, подниму отзывы владельцев, которые мне точно так же написали про выбор автомобиля. Ну, давай пойдем от обратного. Еще в прошлом году ты владел Audi A5. Да. Классная машина. Я с пробегом ее покупал. Накатался на ней, решаешь ее продавать. И на что падает выбор? Ну, с Audi обычно на Audi, там еще на что-нибудь. Расскажи об этом. Хотелось, конечно, немецкую машину. Вот, как ты сказал, мы ездили на A5 три года. Купили ее с пробегом. В принципе, машина прекрасная. Мы очень довольны ей были. Так скажем, машина для эгоистов. У нас купешка была. Она нам понравилась, отъездили. И когда пришло время продавать, потому что немецкие машины требуют обслуживания, немало денег на это уходило. И решили присмотреть. Пора продавать, надо покупать что-то другое. Хотелось побольше машину. Вот. И думали, может быть, X5 в F15 кузове, X3 в G01 кузове, там, пятерку BMW. Разные варианты рассматривали. Но когда я столкнулся с реальными рынка, вот как ты рассказываешь всегда, я понял, что меньше, чем за 4-4 500 машину не купить. Так еще они с пробегом, там, 130, 140, 150 тысяч километров. А у нас цель какая была? Хотелось утром выйти, сесть в машину, завести ее и поехать. И ни о чем не переживать. Но она уже начала ломаться, потому что, вот, один из примеров. Мы едем с супругой под Новый год на фотосессию, в пробке стоим. Раз. Ошибка по коробке. Приехал мехатроник. На ровном месте сразу 70 тысяч рублей. Добрый день. Здравствуйте. Замечательно. А так вообще в целом какие-то глюки, косяки по машине были? Ну, она начала у нас масло подъедать. А так как начала масло, есть, соответственно, проблемы со свечами, с катушками, форсунками. Всеми вот этими нюансами. Как это, друзья? Ничего себе. В смысле? Ломаются же только китайцы, а не немцы. Ну, хорошо. Смотри. Таким образом, вы машину продаете, окунаешься в реалии рынка, что вот эти первые объявления красивые на досках объявлений, это все вот так вот. Ребят, приближу потом. Это вот эта история. Мне частенько, когда мы с друзьями общаемся, говорят, да ладно, вот X5 смотри за 2,5 миллиона, а он там как это новый. А то, что он учил, было завязано, это никто не думает. Да, об этом историю умалчивают. В описании же это не написано, поэтому человек врать не может. Это только правда. В один прекрасный день с женой отправляешься на поиски автомобиля, прокатиться по салонам, посмотреть вообще, что есть вживую. Изюминка выпуска заключается в том, что Тимур вообще как бы не знал, можно сказать, о существовании какого-то джили, какого-то, как он, манджара. Да. Как ты его нашел? Как получилось, мы когда Audi продали, решили проехаться по салонам, посмотреть, какие вообще машины, в каком состоянии, по факту, вот в реальной. Приехать, купить, потому что я думал, как и с рук покупать, так и в салоне смотреть. В общем, приехали мы в один из салонов, посмотрели на машины, и тут проходим мимо вот такого же манджарика. Вот. Мы походили вокруг него такие, да он неплохо выглядит. То есть зацепил взглядом внешний вид. Да, зацепил внешний вид. Цвет красивый, да вроде и не похоже как-то на китайскую машину, потому что как-то в голове, знаешь, китайская машина, это все какое-то слишком новое, угловатые формы, вот это все. А на эту смотришь, очень на европейскую машину похоже. Сели в салон, да вообще неплохо она собрана, вроде приятная, качественная, красивая отделка салона. Вот. Посмотрели на нее, я такой, сколько она стоит? Бам, цена 4200, по-моему, она стояла в этом салоне. Ну, я начинаю изучать рынок, смотреть про машину, всякие ролики на ютубе, что рассказывают, какие плюсы, минусы. Вот. И в итоге, что, понял, что я смогу эту купить машину дешевле, чем 5-7-летнего немца с пробегом под 150 тысяч. Новая машина, есть новая машина. Ты ее купил, завел, поехал, только масло меняешь и не паришься. В то время как немецкую машину купить, это, я уже сталкивался с ними, это обслуживание, это одна катушка по 15 тысяч рублей, это свечи по 7 тысяч рублей, замена масла постоянная, эти тоже масложоры, и не хотелось с этим больше сталкиваться. А тут ты смотришь, машина дешевле, чем 5-летний немец, так еще и выглядит как здорово, собрана здорово, современная. И когда я понял, что эта машина сделана на основе Вольво, это меня еще больше зацепило, потому что двигатель проверенный, коробка проверена, полнопривод проверенный. То есть сюрпризов тут, ну, по сути, не может быть. Вот, смотрите, да, песня льется, вы согласны? Ну, это просто, вот компания Джилет, я сейчас, знаешь, сказал, Тимурыч, красавчик, молодец, молодец. Ну, я хочу отметить факт, я всегда стараюсь быть адекватным. Я всегда стараюсь вот с разных углов посмотреть. Если мы сегодня залезем смотреть отзывы про Джиле, вот примерно, вот примерно, вот так все про них и отзываются. Ну, реально. Если поднимать минусы, вот даже давай так, вот ты читал, ты смотрел, много роликов на YouTube изучал. Мы любим негатив. На что жалуются, что людей в машине не устраивают, вот что тебе всплывает в голову, какие косяки у него отмечают? Ну, вообще на YouTube также все только положительно отвлекаются, а не хорошая действительно машина получилась. Из минусов, которые я бы, наверное, в ней выделил, ну, это как все большинство говорят, это маленький полный бак, ну, когда вот вообще в целом бак маленький. 60 литров тут, по-моему, но в целом можно было бы сделать литров 70-80, было бы гораздо комфортнее, тогда бы на полном баке там 800-900 километров можно было спокойно проехать. Вот, на данный момент, в принципе, меня ничего не смущает в машине. Есть нюансы такие, как маленький бак, отсутствует датчик омывайки, то есть она когда заканчивается, она не оповещает себя об этом. Но это такие мелочи и нюансы, что я бы не сказал минусы. С точки зрения работы электроники, вот зима, морозы были, ты много едешь, у тебя машина вот куплена буквально в сентябре прошлого года, а уже пробег под 20 тысяч. Вот какие-то были, глюки, еще что-то? Ну, сейчас на новогодние праздники у нас были морозы, там по 26 градусов. Я выходил, запускал машину, даже не подходя к ней, вот с ключа завел ее, ни разу никаких вопросов. Завелась, прогрелась, я поехал, все. По электронике сбоев никаких не было, но единственное, что это, вот как все мониторы немного начинают плавать, но когда машина прогревается полностью, соответственно, никаких вопросов нет. Интересная история. Значит, смотрите, я уже подготовился, и сейчас я тебе буду зачитывать один интересный момент. Знаешь, как он начинается? Сейчас, секунду, друзья. Машина на скорости меня пыталась убить. Как тебе такое? И это про Джили Манджаро. Рассказываю. Значит, человек пишет, я вам выведу прям этот отзыв на экран. Еду я по трассе на скорости, по левой полосе, дорога снежная. Система безопасности автомобиля увидела сугроб по левой стороне. Ну, вы понимаете, дорогу расчистили, вот он сугроб. И она восприняла этот сугроб как препятствие. И дергает машину вправо. То есть она думает, что он едет в стену условно, дергает его вправо. Человек еле-еле выхватил машину, пишет, что оказался дико счастлив, что благо удержал, что в правой полосе никого в этот момент не было, ну, он не залетел по твуру и так далее. Вот в одном этом комментарии скрывается очень глубокий смысл, который люди скажут, молодец, Машков, вот правильно, поднял интересную тему. Ведь электроника, значит, на китаец где-то что-то не доработали, ведь они там в Китае у себя, в большинстве городов снега-то не видели. Машина даже вот у тебя пришла, она без зимнего пакета, нету подогрева лобового, руля, потому что там это, ну, не нужно никому. Для чего? Лечится это тем, что отключаются все эти помощники и так далее. Прокомментируй. Прокомментируй. Сегодня с утра, когда я выехал к тебе, была аналогичная ситуация, я еду, она думает, что там справа от меня сугроб, она решила подрулить. Иногда это пугает, но как обычно я поступаю? Отключаю удержание в полосе, отключаю все эти помощники на зимний период времени, когда вот снегопады, сугробы, все эти дела, то это приходится отключать. Да, я с этим согласен, но это условия эксплуатации в нашей стране. И мне кажется, другие автомобили также могут реагировать, потому что все равно камеры, датчики у всех по сути одни и те же. Поэтому я решаю проблему так. Отключаю все эти помощники, вот пока зима, ездим по старинке. Друзья, поэтому здесь ключевой момент, что подобные истории мы просто стали забывать, что раньше и про Audi, и про другие автомобили точно так же рассказывали какие-то жесткие истории. Вы просто откройте YouTube и вспомните, что было еще 3-4-5 лет назад. Одно время вообще все говорили, Toyota это самая надежная машина. По факту, вот, люди даже мне часто вспоминают с Aslan, мол, вот, покупаешь Chery, едешь к Aslan на ремонт коробки. Ну, так у Aslan помимо китайцев висят и Lexus, и Toyota, и Mazda, и всего полной. Пока не было китайцев, у него были в большинстве своем эти автомобили. Про Toyota забыли, сколько роликов тоже снималось о том, что люди покупают машину, надежные моторы ломаются, оказывается. Ничего себе, сломался мотор. Вот эта система КДСС, она мне больше всего понравилась. Когда человек покупает Prado, мы даже вроде снимали его, и он стоит вот такой, знаешь, ну, загнулся направо. Завален, обычно, правый бок, да. Система КДСС там что-то неисправна, но дилер говорит то, что в пределах нормы. Ты вдумайся, ты покупаешь дорогую тачку, она у тебя боком все время стоит, но это нормально. Поэтому мы просто об этом стали немножко забывать. Я не говорю о том, что это правильно, это хорошо, но вот здесь кто хочет купить, присматривайтесь. Вот вам полезная информация, отключайте нахрен эту систему, особенно когда снегопад, так далее. Летом дороги вот в Москве, там в области, по России уже в принципе хорошие, можно подключать дальше. Летом я ездил вообще на автопилоте, можно сказать. Вот все хвалят автопилот. Он работает очень качественно, классно. Мы вот в конце ноября ездили до Краснодара и обратно. Ну, откровенно, процентов 80 пути, это в одну сторону 1400. Я ехал на автопилоте и никаких проблем не возникло. В первую очередь я хочу тебе сказать спасибо за открытость. Потому что далеко не каждый человек согласится рассказать, что его машина побывала в ДТП. Почему-то у нас чаще, знаешь, типа об этом говорить не нужно. Лучше умолчать. А в нашей ситуации отличная возможность увидеть следующее. Смотрите, друзья, попал ты в ДТП. Расскажи вообще кратенько, что было за обстоятельства, но подбиты вот эти две двери были. Правильно? Да, верно. Что было? Поехал я отвозить друзей до электрички на станцию. Там от дома буквально это 5-7 минут. Еду по главной дороге и с прилегающей территории товарищ вот в такую погоду снежную. На летней лысой резине. Вот такой. Вот так. Вот он еще. Перед этим разогнался нормально так. Вот. Я еду спокойно и понимаю, что он вылетает, а мне уже деться некуда. Я как смог вправо отрулил, и он мне прямо в бочину вот сюда прилетел. Удар пришелся в мою дверь, и касательно уже заднюю дверь тоже задело. Вот. Ты приезжаешь... А, ну, извиняюсь. Давай. Самое обидное, что... Ладно, там, попали в ДТП, все живы-здоровы, это хорошо. Обидно, что я купил новую машину, два месяца отъездил, и тут... Да, да. Здравствуйте. Я понимаю. Делаешь ты дефектовку, и тебе говорят, что будут менять, что красить, что выправлять, какие были? Сразу замена двери передней, задней двери, и был помят немного порог, потому что удар пришелся, по сути, вот в эту часть, порог принял на себя удар, его выпрямили, выровняли, то есть он никуда далеко не ушел, то есть, грубо говоря, внешняя обшивка вот этого металла, она помялась. Сам лонжерон, который усилитель, он целый. То есть, получается, две двери новые, и покрашены заново под цвет, правильно? Да. Вот смотрите, господа эксперты, по цвету, как вам, есть перепад, заметно, нет? Значит, знаешь, что это такое? Да, толщиномер. От какой компании? Корсис. Вот, работает, друзья, видите, уже запоминаете. Значит, у нас идут показатели, 142 сзади, 160, 300, а, подожди, это, наверное... Я вам сейчас расскажу про двери. Ну вот, короче, если прийти и начать проверять автомобиль, когда тебе говорят, типа, не бит, не крашен, сразу будет вопрос в том, что с дверьми что-то не так, потому что покрашены они не под завод. Как в шурике, знаешь, такая... И мы возле другой стороны, вот эти двери целые, они не крашены, то есть, ну, как крашены с завода, 108 показатель. Понятно? То есть, таким образом, вот благодаря этому прибору, вы находите себе машину на авторечке, приезжаете, спокойно смотрите. Прибор, который в кармане должен быть у каждого автоподборщика или человека, связанного с автомобилями, ну, или даже тех, кто хочет сам купить себе как новый автомобиль, так и автомобиль с пробегом. Нафарширован по полной программе самыми полезными функциями. Подробнее о них вы можете почитать по ссылочке в описании. На него распространяется пожизненная гарантия, разработан и производится на территории Российской Федерации. Его делают наши ребята из Омска. С помощью него вы можете проверить автомобиль, и, как говорится, доверяй, но проверяй. Вот так вот, с человеком сразу можно было бы задать вопрос, а что это у тебя с дверьми? Как минимум, купив его, за относительно маленькие деньги, там, 6-7 тысяч он стоит, торг уместен сразу, 20-30 можно там выжимать. Поэтому думайте, а ссылочка ждет вас в описании, мы же продолжаем. После того, когда я отвез машину мастеру, там посчитали ремонт на 80 тысяч рублей под ключ. Выпрямить, отдефектовать, поменять двери, собрать, разобрать. То есть полностью я отдал 80 тысяч, все готово. Вот, заказал оригинальные двери. Передние, задние, но, хоть они и новые, оригинальные, но так как это не заводской, так скажем, не с завода установлено, а как запчасти, их пришлось подрихтовать, подправить, подвыпрямить. Поэтому в каких-то местах может быть шпаклевка лежать, тонким словом я эти все фотографии могу приложить, мне не страшно это показывать, потому что мы все живем в крупных городах, вот еду я на машине, в меня въехали, ну что мне теперь сделать, выкинуть машину что ли? Ну, бывают случаи такие, поэтому заказал все оригинальное, весь ремонт обошелся. Получается, я вам сейчас прямо детально смогу сказать, что, сколько стоит. Я это все... Так, передняя левая дверь, вот эта, новая, оригинальная, 73 тысячи рублей. Задняя дверь, 64 тысячи рублей. Вот эта вот накладка, молдинг, 27500, а вот эта вот у нас 17 тысяч рублей. Также была вот эта вот накладка от Романа, но так получилось, что она стоит 6-7 тысяч рублей, но мастер сказал, это не проблема, мы ее назад поставим, и поставили назад, то есть там крепление, ничего не сломано было. Вот, это все оригинальные запчасти, прямиком с Китая, срок поставки был примерно неделя. Ага, то есть за неделю тебе это все дело привозят? За неделю привозят, пока он там начинает выравнивать, все дефектовать, эти запчасти все приехали, покрасили, сделали, все. То есть с момента обращения до выдачи сколько времени заняло? Две недели. Две недели? Да, я 10-го числа машину оставил, 10-го декабря, 27-го я ее уже все забрал и уехал. И полная цена под ключ с учетом покраса, ремонта, сколько ты сказал? Ну, 280, грубо говоря. 280 тысяч. А это ты за свой счет или у тебя каска была? Нет, каска я, к сожалению, не успел сделать, это провел расчет, думаю, ладно, сейчас через пару недель оплачу, сделаю, не успел. У виновника ДТП ОСАГО не было, он не собственник машины, слава богу, попались добропорядочные граждане, хорошие люди, сказали, мы все восстановим, главное, все живы, целы, здоровы, металл отремонтируем. Он достал наличку, я все рассчитал, что сколько у меня вышло, он достал наличку, на, все. А, то есть он тебе все деньги отдал? Он мне все деньги, наличка отдал, я поехал и сделал. Друзья, это реально, вот эта история, это не то, что повезло, это просто реально повезло. Он мне мог сказать спокойно, слушай, иди в суд, я тебе по 2000 рублей буду платить, и до свидания. Покупая машину по параллельному импорту, ты теряешь следующие опции, подогрев руля, подогрев лобового стекла, подогрев задних сидений, если я ошибаюсь, зеркал, тоже, да, нету? Нет, зеркала есть подогрева. А зеркала есть и передние сидения есть. Но при этом у тебя также не будет гарантии. Да. Как я сказал, друзья, вот эту машину сегодня можно купить из наличия с коммерческим утильсбором, с русификацией, с голосовым управлением. На сегодняшний день цена составляет 3 миллиона 650 тысяч рублей. Ты же покупаешь, мы сейчас уже посчитали, за 3 миллиона 810 полная цена. Да, полностью. Причина простая, когда он покупал, был в сентябре 98, да? 98-99 курс доллара был. Соответственно, ну вот такая цена была. Сама машина стоила 3 750 и русификация ее 60 тысяч рублей. Все, больше я ничего не доплачивал. Поехал, поставил на учет. Ушло у меня на это неделю, пока подготовилась эта вся СБГТС и все электронная ПТС-ка. И все, я поставил на учет без вопросов. Кто-то скажет, нахрен мне эта привезенка, я лучшего официала. Пожалуйста. Но здесь самый интересный момент заключается в том, что вот эта единственная, наверное, машина, где такой большой перепад. Вдумайтесь. За нал ты положил 3 650, все, тебе машина готова, ты поехал. Она же у официального дилера будет сегодня стоить, подчеркиваю. Вот за наличный расчет, ну, 4 700, 4 800. Возможно, кто-то даже дороже предложит. Может быть, где-то чуть дешевле, но перепад в больше, чем миллион. А был период, в том, что их торговали там по 5, по 5 200. При этом, ну, параллельный импорт был. Да, это ситуация, я, когда начал интересоваться этой машиной, думаю, позвонил официалам, узнаю, какая цена у них. Ну, все равно, гарантия, это же новая машина, все дела. Как они мне озвучили, 5 500. А тебе 5 500 назвали в тот момент? Это в сентябре 5 500, я говорю, недороговато. Они говорят, ну, вы приезжайте, мы еще с вами там поторгуемся, ну, возможно, где-то ближе к 5, 5 100 мы отдадим ее. Вот здесь, как нельзя, кстати, будет сказать про телеграм-канала. Как вы знаете, я увлекаюсь автомобилями, занимаюсь поиском автомобилей, выкладываю туда цены от официальных дилеров. Поэтому подпишитесь, ведь реально бывают распродажи, бывают сливы на честных условиях. Все цены расписаны, можете посмотреть, вот совсем недавно, по 3 850 манжара от дилера можно было забрать. Но с учетом трейдина, с учетом кредита, все расписано максимально прозрачно. В выпуске, я говорю, цены 3 650, сейчас из наличия тачки приехали, там, 3 500, 3 550. Полная цена с кому телем, все привязано к доллару. В том числе, те, кто скажут, а нахрен нам твои тачки, нам ничего не нужно, без проблем, ребят, без проблем. В телеге есть различные наблюдения из жизни, вон сейчас по Московской области. Везде все прорвало, топило, ну и в том числе происходит из-за морозов. Тоже люди присылают свои наблюдения, делятся неприятными ситуациями в жизни. Можно посмотреть. Поэтому активная ссылочка ждет вас в первом закрепленном комментарии. Продолжаем. Спасибо, до свидания. Разница слишком высокая, там, больше миллиона рублей за то, что у тебя есть гарантия. Как у нас гарантия в стране работает? Ты должен приехать, еще доказать, гарантий на это случай или нет. Да, поэтому обычно еще те, кто много ездит, и когда машина нужна постоянно, ну вот ремонт коробки там или замена, ну 45 дней там максимально, да, он назовут. Мы уже проходили этап, когда люди за свой счет делают вот коробку, лишь только потому, что надо, чтобы машина ездила, а ждать времени нет. Но вы дождетесь, как бы, это для тех, у кого-то, возможно, нет такой потребности. Ну, постоит, постоит. То есть здесь уже индивидуально надо выбирать. Стоимость технического обслуживания. На каком пробеге делал и цена под ключ? Менял масло на нулевое ТО, это 2000 километров, заливая ликви моля. Тут масло такое специфическое 0V20 с специальным допуском Вольво. Оно не так распространено, там не так много это продается. Но, тем не менее, проблем купить масло не было. Сколько мне? Получается, 6 литров масла обошлись, ну, 7 тысяч рублей. И фильтра полторы-две тысячи рублей. То есть всего это... И работа, десятка. Ну, грубо говоря, 9-10 тысяч рублей. Замена просто масла. Просто масла замена. Самому по внешнему виду машина что напоминает? Какие? Вот заднюю часть говорят Audi. Q8, очень похоже на Q8. Вот это задняя оптика. Перед очень похож на Вольво. Вот прям сдалека смотришь, прям силуэт ее хорошо проглядывается. Обычно говорят люди, ну, вот в этом тоже кроются китайцы. Тут чуть-чуть от Audi, там чуть-чуть от Вольво. Своего они что придумать что не могут, что ли? Ты как владелец, твой комментарий. Ну, все мы обычно там черпаем вдохновение с разных автомобилей. Че спорить? Немцы, там BMW, Audi, Mercedes это лидеры на нашей планете. Так скажем, реально хорошие машины делают. Китайцы, можно сказать, давайте откровенно, что это первые поколения вот именно удачных машин. Вспомните там черри эти, те же самые Gillian Grand 10 лет назад. Ты ее покупал, на нее аж без спрос не взглянешь. А сейчас вот что они делают. То есть они учатся, развиваются. Я считаю, что ничего плохого нет. А это не откровенно уже прям скопировали, как они раньше это делали. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть и получился вот цельный красивый дизайн. Давай присядем. Слушай, на самом деле я... Иногда говорят, ребята, ездишь на BMW, купил бы себе китайца. Друзья, вот что-что. А себе бы я бы вполне как вариант даже рассмотрел бы автомобиль этот, где она кнопка. В силу того, что ключевой народ голосует рублем. Да. Вот покупать за 5, 6, 7 миллионов рублей X5, ну здорово хотелось бы. Ну не хотелось бы отдать 6, 7 миллионов за машину. Даже не 6, 7, 8 за машину 3-4 летнюю с пробегом реальным. Там 1050, 60, 70. Ну я не готов. А машина, которая 6, 7 стоит, там пробеги уже свыше 100. Не забывайте, что крутят на раз-два. Я вам расскажу даже круче ситуацию. Есть у меня товарищ один, он занимается подбором автомобилей с пробегом. И он даже показывал живой вариант. Стояла машина немецкая, в которой установлена специальная программа. Вот там как висит пробег 127 тысяч. Вот он на ней каждый день ездит. Ездит машина, висит в объявлениях в продаже. А пробег не меняется. То есть он просто, знаешь, его держит. Я не знаю, можно ли это проверить потом, где-то на диагностиках. Увидеть, что реальный пробег не соответствует. Но сам факт такой. А здесь ты садишься и понимаешь, что, ну вот, новая тачка. Вот расскажи мне. Вот просто. Я первый раз за нее сажусь. Да, вот так вот детально. Что здесь прикольно, что здесь есть полезно. Какие здесь классные фишки. Что тебе в этой машине нравится. Чтобы человек, который сейчас смотрит этот обзор, такой сказал. Ммм, интересно. Так как, опять же, ездил раньше на А5, это достаточно аналоговая машина. Там все на кнопочках. Ни навигации, ни музыки, ничего нормального. Там не подключишь, так скажем. Не поразговариваешь по телефону. Когда я сел в эту машину, здесь мультимедиа мне очень понравилась. Машина должна быть современной. Все должно быть вот здесь. Не в телефоне у тебя. Мне это, так скажем, неудобно. Не понравилось использовать так машину. Когда я сел сюда, смотрю, тут три монитора. Думаю, о, ничего себе. После того, как мне сделали русификацию, здесь есть. Вот я могу зайти, у тебя. Пожалуйста, все приложения. YouTube, музыка. У тебя сим-карта установлена? Нет, я просто раздаю с телефона. Можно сим-карту. Можно сим-карту. Можно установить модем. Его прячут туда ребята, которые делают русификацию. Они прячут модем прямо в панели. Это ничего не видно. Машина сама подключается. Сейчас она у меня просто к телефону подключается. Вот значок Wi-Fi и все. Приборная панель, да? Тоже всякие фишки. Все есть. Да, здесь интересно, что тут можно звонки. Навигация здесь не выводится. Но я вам покажу фишку. Потом это вот ребята, которые русификацию делают. Это вот очень интересно. И меняется, грубо говоря, тахометр вон там. Такой вид. Ну, три разных вида. Вот. Короче, по кнопкам всего ли хватает? Я просто смотрел, что некоторые отмечают, что, знаешь, типа на руле там не так много кнопок. Или, допустим, что звук ты можешь с руля управлять. А здесь нигде нельзя его потише сделать? Можно. А вот там тоже есть. А, отпускаешь и как на айфонах? А, короче, просто видите, а тут писал, жаловал, что нельзя. Здесь точно так же вот опускаешь экран. Важный момент. Вот этот дисплей не является ли таким бликом? Даже сейчас по камере, когда я снимаю, знаешь, что он так чуть-чуть бликует? На камере это может казаться, что он бликует. Но когда я вот езжу за рулем, он в принципе меня никак не отвлекает. Но если ты вечером едешь, хочешь, чтобы глаза его взял, отключил, все. Минусом бы я назвал то, что тут недостаточно амбиент-подсветка. Вот это, когда разноцветно тут все горит. Тут в дверях вот этих ставках есть подсветка, но она крайне ненавязчиво еле светит. Я хотел бы добавить, ну, Алиэкспресс в помощь, Китай в помощь. Оригинал. Оригинал это все. Нет, это Алиэкспресс и получается оригинал. Ты что здесь? Кстати, это очень интересно, когда я заказывал запчасти, китайская запчасть, она Китай-оригинал или Китай-неоригинал? Ух ты, даже так есть. Друзья, я хочу отметить следующее, что если кому-то не нравится, допустим, там зеленый, черный, к сожалению, я не знаю, почему так Джили сделала, что вы не можете выбрать какие-то еще цвета. Вот вам только два варианта, либо так, либо белый с коричневым, там таким цветом. Не забывайте о том, что, ну, соточка, ладно, полторы. Это прям, я так хорошо называю, запасы, вам все перешьют. Боитесь того, что вам машину будут разбирать, но параллельно с этим некоторые люди делают себе сразу дополнительно шумоизоляцию. Потому что многие хвалят, говорят, хватает, кому-то не хватает. Отмечаю так, что страдает немного изоляция арок. Вот ее не хватает, побольше, опять же, подчеркиваю, здесь и колеса большие. Вот такие вещи, скажем так, доработать, до улучшить, дооснастить у нас и немецкие тачки с удовольствием. Народ всегда и шумел, и арки дополнительно дорабатывал. Поэтому в плане интерьера можно переиграть. Единственное, что меня, знаешь, так вот немножко смущает, хотелось бы, конечно, чтобы они это сделали, но вот вставки пластиковые. Вот если бы вставки они сделали бы что-нибудь типа там дерева или там настоящий алюминий, вот это было бы прям сразу по-другому, потому что это пока новое, как обычно, оно классное, а потом оно будет вот оно. А я это все в пленочку, это не совсем удачно получилось, но это я своими руками затягивал, заказал на Алиэкспрессе набор целый, там, 2000 рублей примерно. Вечером сел, протер, все вот наклеил, такие зоны риска, вот этот монитор и вот эту часть. И в принципе... Рассказывать больше деталей про техническую часть я не вижу смысла по одной простой причине. На сегодняшний день на YouTube огромное количество каналов, которые каждый специализирует в своем направлении. Вот есть ребята, кто их разбирает полностью, там, делают шумоизоляцию, при этом рассказывают про них. Есть люди, которые, я не могу понять, откуда они находят эту информацию, на основном какие-то пресс-релизы, более глубокая информация про автомобиль. Поэтому те, кто заинтересуются, там посмотрел, собственно, стандартную историю. Посмотрел, почитал и, пожалуйста, мотор Volvo 2 литра 238 сил, разгон у машины примерно 8-8,5 секунд реальный. Расход, кто как пишет, все от стиля езды. Ну, давай так, средним возьмем какую-нибудь там 10-12 литров. То есть 15-20 он не жрет, но в тот же момент 5-6 литров он тоже есть не будет. Как я сказал, работать в паре с 8-ступенчатой коробкой передач, мне кажется, или мы стали забывать. Посадка в автомобиль, конечно, мне после BMW, после седана, сейчас, особенно когда ты весь убряхтанный, ну, вообще красота, ты садишься, машина высокая, за счет панорамы света в автомобиле сразу гораздо больше, обзорность хорошая, музыка, инфинити. Ну, что еще надо? Навигацию поставил. То есть я вообще в целом не привередлив, но многие люди хвалят тот же самый вот этот G-Pilot. Вот, вон, ключик вот такой, прикольный. Касательно отсутствия пакета теплых опций, я не понимаю, почему некоторых людей так смущают, что у меня в машине не будет подогрева руля, подогрева лобового стекла и подогрева задних сидений. А вот в официальной версии будет? Будет, но там и разница, миллион-полтора. Сигнализация с автозапуском стоит 30, ну, хорошо, 50 тысяч рублей, беру какую-нибудь такую хорошую, нафаршированную. Телефон достал, тыкнул, тыкнул, ты приходишься, не то, что там руль с подогревом, у тебя вся машина прогрелся, вся машина теплая. Вот, что мне еще нравится. Сила того, что человек я семейный, так сказать, ячейка общества, жена, ребенок, все как положено. Садиться сюда было бы тоже удобно всей семьей. Сели, сиденье заднее отодвинуть назад прям максимально комфортно, потому что Тимур высокий, я, в принципе, тоже там люблю так откинуться. Ну, вот, смотрите, сел сам за собой. Так еще здесь есть приятная опция, что спинка сиденья, она может иметь дополнительный небольшой, но наклон. В принципе, большой, шторка есть, все, загрузился, то есть удобно, дотянуться можно. Ну, понятное дело, что в грязную погоду, если что-то там у тебя далеко, будет посложнее, но тем не менее. То есть вот автомобиль в целом, за это все и хвалят. Когда начинают сравнивать, вот очень сильно людей подкупает, очень сильно, то, что полный привод Borg Wagner, коробка японская, 8 ступеней и мотор. Потому что он понятен, его хотя бы можно почитать, какая-то история про него уже есть. Вот, что нам надо. Когда приходишь к официальному дилеру и общаешься с ребятами, с менеджерами, все говорят, те, кто на Манджаро прокатился, как правило, после тест-драйва принимают решение о покупке. Ну, вот давайте, собственно, вместе с вами сейчас и прокатимся по нашему уже знакомому маршруту, для того, чтобы можно было сделать выводы. На улице сегодня довольно-таки холодно, машина прогревается отлично, это тоже многих волнует. В целом, вот с точки зрения управляемости, того, как автомобиль едет, у тебя был опыт покататься на Audi, на BMW, на разных автомобилях, что скажешь, как тебе машина? Ну, конкретно, когда у меня была предыдущая машина, с ней сравнить не совсем корректно, все-таки это купешка маленькая, она жесткая машина, условно, позвоночник в трусы высыпался на каждом лежачем. А эта мне понравилась тем, что она плавно, мягко едет, комфортно, ну, да, возможно, в резких поворотах она будет валкой, но не забывайте, физику мы не обманем. Машина большая, мягкая достаточно подвеска, поэтому в целом дискомфорта тоже нет такого. Я обычно спокойно езжу, вот на этой машине я прям, мне хочется ехать спокойно, я включил круиз-контроль или автопилот, включил музыку, сидишь расслабленный и катишь к себе. Мне это очень нравится. В ночное время фар ближний, дальний, всего хватает? Есть какие-то претензии? Как фары светят, меня устраивает, но один из нюансов, и здесь есть автоматический дальний свет, датчик этот, который включается, мне не совсем нравится логика его работы, он чуть ли не видит каждую лампочку и аж моргает вот так, то включился, то выключился. То есть в этом логика управления не совсем нормально настроена, можно было бы сделать чуть иначе. Вот у меня раньше была Opel Insignia, еще старая машина как бы, там он работал лучше, автоматический дальний свет, но автоматический дальний свет мы практически не используем в городе, поэтому... С точки зрения системы полного привода, смотрите, друзья, мы сейчас с вами заходим в поток. Смотри, ну интересно, вы поняли, да? Мы сейчас заходим, здесь скользко, здесь есть каша, но никакой пробуксовки не было, машина в принципе сорвалась с места удобно. То есть не подносила и ничего у нас из-за курсовой устойчивости не заморгало. В силу того, что много поедет, вообще какую характеру... Ну, опиши, работа как нормально? У меня была вот... Есть с чем сравнить с Quattro. Quattro считается лучший полнопривод машин, но он действительно очень хорошо работал. Маленькая купешка вылезала из таких сугробов, что не все кроссоверы вылезут. Вот. Когда я начал на этой машине ездить, вот снегопады, так как мы живем в области, у нас не всегда успевает снег почистить, поэтому бывает, снежок мы там в кашу в эту полазим, но мне нравится. Она вылазит из всех сугробов спокойно, без сложности, ни разу еще нигде не застрял, ни разу не было такого, что... Намек даже на то, что машина застряла. Она высокая, полнопривод работает хорошо. По разгону по динамике 2 литра, 238 сил, там порядка 8 секунд у вас разгон до сотки, 8-8,5 в зависимости от условий. Что, хватает? Хватает. Мне, опять же, машина сама по себе большая, комфортная, и не особо хочется на ней гонять, ускоряться резко. Ну, давайте просто, смотрите, мы сейчас стоим, дороги нет никого, в горочку, в легкую, со снежком, просто газку в пол. Ну, вытягивать, нет, ну, чисто прям полный привод именно цепляется, потому что, дай газку сейчас здесь на переднем приводе, заднем приводе, понятное дело, там, ну, поносит маленько. Не то, что поносит, будет срабатывать. Тут еще у тебя комфортный режим вождения, если ты поставишь на спорт, прямо резко почувствуешь ускорение, она намного лучше в спорте работает. Вот, мы можем, вот, ты сейчас можешь ехать спокойно, я просто переключу на спорт, и ты почувствуешь, как она начнет ускоряться. Вот, спортивный режим. А, ну да, то есть она, понимаете, уже такой отклик на педаль газа, прям другой, да, становится. Ну, чувствуется, меняется, видимо, настройка, все как обычно, и поскакал. Про нее многие люди сейчас собирают отзывы, присматриваются к автомобилю, потому что в дальнейшем, ну, хотят пересесть. И вот людям нужно больше информации, больше эксплуатации, как будут появляться автомобили с пробегами, там, 50, 100, 150 тысяч, где отзыв владельца будет, ну, что-то сломалось, но незначительное, продаж будет становиться все больше и больше. Опять же, не забывайте, год, два, три и рестайлинг. Соответственно, какие-то ошибки, если выявятся в рестайлинге, это все будет устраняться, ну, и, соответственно, машина будет становиться лучше и лучше. Вот заходят, что ее продать, да кому она нужна на вторичке? Знаешь, типа, китайцы на вторичке не продают. Твое мнение по этому. А у нас выбор большой разве? Я считаю, что у нас в ближайшие, там, несколько лет перспектива того, что китайцы захватят наш рынок. Ну, реально, посмотри на дорогах, очень много стало китайских машин. И я вот в группе у себя в Телеграме, мы общались с коллегами, так скажем, кто владелец такой же машиной. Я их спрашивал, ребят, вот что вы думаете, как вы будете продавать? Все даже не задумываясь особо говорят, да, продадим мы ее без проблем, потому что машина хорошая, она всем нравится, она пользуется спросом. Их очень много сейчас привозят в страну. И, ну, условно, через три года у тебя будет выбор, опять же, свеженький более или менее такой манжарик, либо, там, не знаю, Тигуан, или там, еще, Тауровик еще старее. Ну, люди не боятся почему-то, вот, вот, с кем я общался, они говорят, что мы не переживаем по поводу продажи через три года. Знакомьтесь, шикарная девушка, жена Тимура, Олеся. Олесь, слушай, ну вот катались вы с мужем, молодые ребята, на аудюшке покатались, потом вы поехали. Они такие думают, ну, сейчас Бэху возьмем, а тут в итоге раз, и приходите к тому, что теперь у вас китайцы, вы дико счастливы. Дико счастливы. Ну, знаешь, обычно вот это как бы не состыковывается, вроде как молодежь, там, вот, ребята хотят себе круче машину, у нас есть такие распиаренные бренды, а тут вы приходите в салон, сначала вообще даже не понимаете, что это за марка, что это за модель, но она вам нравится. Вот вспомни этот день, ты приходишь, чем тебя вот машина подкупила, что тебе в ней понравилось? Конечно же, это внешний вид, для меня важен внешний вид, я не совсем разбираюсь по, там, каким-то внутренностям и так далее, для меня главное, чтобы зацепил внешний вид. Мне безумно нравится как внешний, так и внутри. Когда я сажусь, кресло меня по-европейски обнимает, мне нравится алькантара, вот в изумрудном цвете, плюс бронза и черном цвете, это все выглядит очень красиво. Также и снаружи, если посмотреть, то такой небольшой внедорожник, ну, как-то вот зацепило очень, и мы начали рассматривать ее для покупки более детально, и пришли к тому, что сейчас мы ей владеем. Слушай, ну, когда вы рассматривали, наверняка вы же там с друзьями обсуждали, в целом читали отзывы у нас, вот люди сейчас делятся там, я не знаю, на три лагеря. Одни поддерживают выбор в пользу китайцев, тем более в пользу этого автомобиля, у него есть прям свои жирные такие плюсы. Другие не поддерживают вообще, что бы ты ни говорил, китаец равно говно. То есть китаец это не машина, машины есть европейские, корейские, японские, немецкие, но не китайские. Вот, и третий лагерь, это который вот со стороны наблюдают и слушают одних, других и там анализируют. Друзья вас не подкалывают, типа вот они раньше ездили на аудюхе, были классные ребята, а теперь они китайцы. Вот действительно были такие, когда они просто узнали, что мы купили китайцы, такие, ой, китайцы и так далее, а когда садятся в автомобиль, видят его, они такие, ну слушай, здорово. И есть такой один даже, даже по-моему несколько, два друга, которые приобрели один в точности такой же, а другой, немного другой модели, тоже китайцы, хотя он ездил на Мерседесе. Они как бы сначала так сторонятся такого китайского автомобиля, а потом также начинают раздумывать и приходят к тому, что покупают тоже китайца. Есть, конечно, такой момент, ну я не удивлюсь, если через лет пять в Москве будет порядка 70% китайского автомобиля. Вот так вот, понятно? Я не удивлюсь. В общем, ты довольна тем людям, кто скажет, что, ну, все вот вы хвалите, потому что это ваше, какой-то общий вывод от себя, вот финал. Возможно, да, приобрели автомобиль и будем говорить, что это что-то не нравится. Купили хрень, типа. Да, но это наш опыт. Сейчас мы ездим на данном автомобиле, захотим поменять, поменяем. И я сейчас приняла такое, наверное, решение для себя, не нужно сильно привязываться к автомобилю. Вот Кауди сильно привязались и, наверное, переездили. Переездили в тот момент, когда нужно было там с ней распрощаться. Как бы два-три года поездим, может быть, приобретем другой автомобиль, может, выйдет что-то другое. Останемся с китайцами, останемся. Ну, время покажет, сейчас нас все устраивает, меня тем более. Рубрика «Мнение оператора», которого обычно никто не спрашивает. Вот мне напишут комментарии из серии «Машков, вот вы тут рекламируете своих китайцев, а сам на BMW ездишь. Продал бы, докупил бы себе манджаро». Вот отсюда скажи, как ты считаешь, как тебе машина внешняя, по управляемости, по интерьеру. Всем привет. Ну, во-первых, я иногда читаю комментарии и уже сталкивалась с комментариями, где пишут, что Машков уже приближен к покупке китайца. Я такие комментарии читала, именно когда идет съемка китайских машин. Либо писали, что походу жена скоро примет решение о смене вашей машины. Такое читала. Нет, ребят, тоже могу сказать, что мы любим свой автомобиль, но, возможно, уже кто смотрит Дмитрий и слушает мои комментарии, замечали, что я говорю, что я люблю внедорожники. Соответственно, в этом плане выигрывает данный автомобиль по соотношению, к отношению нашей машины. То есть мне нравится, что это внедорожник, это полноценная большая машина, не нужно плюхаться вниз, а просторная. То есть внедорожник, и этим все сказано. Из всех китайцев, которые мы снимали уже, я их, соответственно, вижу, катаюсь с тобой, тестирую, это единственная пока что, которая 5 из 5. Я не буду говорить 10, 8, 5 из 5. То есть прямо по внешке заходит? Да, 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 заходит. Цвет вот все хвалят. Как бы спорный, ну, зеленый, изумрудный, но... Кстати, здесь хорошее сочетание, что внутри кузова, что снаружи салона. Там как будто не зря вот этот изумрудный цвет идет, внутри зеленый, потому что снаружи он такой небесно-голубой. Не знаю, как этот цвет вообще интерпретировать, но, в общем, что снаружи, что внутри, это все вместе очень даже неплохо сочетается. Вопрос у людей будет по-любому. 29 лет покупаешь себе поезды Audi A5, Manjaro 3800, за наличку ты отдаешь. Да. Ну, что, мамка машину купила или кто, батя депутат там, как? Расскажи, чем хоть занимаешься. Я предприниматель, занимаюсь госзакупками, поставщик для госучреждений. Ну, как бы, знаете, вопрос. Я сам задал вопрос и сам, так сказать, в Лябовск. Все, все, мы уже снимали. Тут человек покупал себе X7, там сказали, то, чем он занимает, заработать на машину невозможно. Отец сидит в думе, дает сыну заказы. В целом, как вот, как вот по работе, ну, идет движуха или тяжело, прям все плохо? Плюс моей работы в том, что государство всегда и везде будет закупать товары. Это всегда оно тратит на это деньги, бюджет вроде как не урезается. Вопрос только в поставках товара, так как я специализируюсь в основном на компьютерном оборудовании, на периферии всей. Чуть-ка сложнее стало привозить, ну, так скажем, если раньше ты здесь у дистрибьютора закупил нужное оборудование, то сейчас по параллельному порту все привозишь и проблем нет. Ну, в целом, движуха идет, работа есть. Движуха идет, работа есть. Бабки копятся, а тачки рудятся. Тимур, тебе огромное спасибо за то, что приехал. Нам остается лишь подвести итог этого выпуска. Ну, еще финальный вопрос. Бэху продаем, берем манджаро. Ну, не знаю, не знаю. Не могу однозначно ответить, но вполне себе возможно. А знаете, почему она так размыто отвечает? Потому что решение здесь принимаю всегда я. Глава семьи, кто я? Поэтому как дядя Дима надумает, так и надумает. Короче, друзья, вот такой получается отзыв по автомобилю. Здесь, что называется, выводы делать только вам. Вас никто не призывает, не подталкивает к покупке. Вот, люди купили, молодые ребята катаются. Я вам сегодня поднял отзывы, которые пишут люди, которым по 40, по 50 лет. Точно так же трудились, старались, купили китайцы. Один простой ответ. Когда у тебя есть сумма денег, и ты встаешь перед выбором, что тебе покупать. Вот эти советы надо было брать то-то. Каждый принимает для себя решение сам. Кто-то согласен ездить на вторичке. Кто-то не хочет эту вторичку. Кто-то хочет вторичку, но годовалую, двух, с небольшим пробегом. А в бюджете таких машин нет. И когда, обойдя все эти круги ада, так называемого, автомобильного, понимают, что либо у тебя будет стоять X5, там, 6-7-летний с пробегом по 200 из трех владельцев и с какими-то ДТП проблемами. Либо у тебя будет стоять новая машина, но китайская. Но, опять же, как я сказал, вот этот вот Манжаро в сочетании своей коробкой, мотор, полный привод реально хвалит машину. Реально. Вот Джили вообще в целом как бы на нашем рынке, я бы сказал, что она лидирует с точки зрения спроса доверия к марке. Следующая после нее, на сегодня, как я могу отметить, идет более дорогие тачки типа Ли-Сан, Ли-7, Ли-9. Поэтому, если у кого-то из вас есть такой автомобиль, пишите, приезжайте, давайте с ним, потому что на те машины люди как раз пересаживаются с X7, с таких более дорогих премиальных автомобилей. С ним, конечно же, машины попроще, подешевле, поэтому все будет. Кто хочет принять участие, пожалуйста, пишите, я открыт. Точно так же с вами с ним пообсуждаем, людям посмотреть нравится, интересно. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, куда я публикую точно так же все подборки с машинами, наблюдения по жизни, анонсы делаю, в общем, все там есть. Подписались, а отписаться вы всегда успеете. Пишите ваше развернутое мнение, грамотно, структурировано, взвешено, без хамства, без грубости, чтобы это было приятно читать. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки, до новых встреч всем, пока, пока.